Вот поймите, родители, что в душе вашего ребенка? Честно, когда сыну что-то хочется, я спрашиваю. А теперь результат другой. Посмотрите на лицо сына, для которого Орион по игрушкам стал вторым домом. И давайте посмотрим все это вместе с вами. Когда я хочу пластминка, я поправляю в магазин Орион. Чтобы он купил мне замечательную игрушку. Вот это мне больше всего нравится, когда говорят, можете нас снять. Да я бы с удовольствием всех снял и сейчас это сделаю. Сын меня сюда отправляет, естественно. Теперь возникает вопрос, сколько мы дружим с магазином Орион? Два года и почти девять месяцев. То есть за все это время я каждый месяц прихожу сюда. Потому что я каждый месяц делаю праздник для своего сына. Ну, это так должно быть. И каждый месяц, если я покупаю что-то новенькое. А, а, как они работают. И сегодня, и сейчас я тоже увидел что-то новенькое. Я, естественно, это куплю. Два боевых танка на инфракрасном управлении. То, что доктор прописал. То, о чем мы говорим, приходится в те самые праздники. В которых без игрушек никто и не поймет результата. Праздников, по сути, двое. День рождения и Новый год. Так вот, мы о последнем. Тебе нравится в магазине? Да. А как магазин называется? Орион. Вот ты себе выбрал такую штучку, да? Да. Как она называется? Радуга. Радуга. Какая она? Разноцветная. Разноцветная. А что ты больше всего хочешь? Для чего мы сегодня сюда пришли? Для лего. Лего. Ты лего очень хочешь? Угу. Этому ребенку, между прочим, если честно, 4 года и 9 месяцев скоро будет. Может быть, 10 месяцев. Да, 9 месяцев скоро будет. Вот. И он меня заставляет покупать здесь лего. То есть, надо понять, что лего это чуть-чуть для большего возраста, когда детям почти 6 лет. А ему вот сейчас хочется. Естественный вариант. То есть, я так же, как и вы, естественно, работаю и денег-то не очень много, по сути. И когда я захожу в очень дорогой центр, где продаются игрушки лего, я вот так вот, вот тут примерно так. Я не понимаю, откуда такие цены. Я этого не понимаю. Вариант самый простой. Приезжаем в магазин Орион на вокзальную и покупаем то, что нужно. Раз он сильно хочет, будет тебе такая штука. И будет вот такая же штука для твоего приятеля. Вообще-то, проще сюда прийти с мелким перцем. Причем, ну, максимальная сумма, и это даже не 200 долларов. Это я про машинки бодрые на электротяге говорил. Ну, чтобы оттянуться, и 2,5 тысяч будет достаточно. Но можно и за меньшую сумму подарить ребенку удовольствие. Куплю-куплю, вопросов нет. Но возникают другие штучки. Потому что постоянно вы сюда заходите, я бы вам рекомендовал зайти сюда и глянуть. Может, вам что-то подсказать? А вот у нас как раз то, что должно быть. О, 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 это называется Бэтмобиль. Причем, кстати, Бэтмена здесь чуть-чуть много. И один Робин. Ну, ладно, да ладно. Вот. Я его вот там купил. Представляете, сколько народу. Проходите, проходите, пожалуйста. Тут ничего сложного нет. Других вариантов они присутствуют. Абсолютно, точно сейчас мы это и сделаем. Представляете, сколько здесь людей. Они все покупают игрушки, потому что это клево. А еще в Орионе четыре места. Три из них и для мальчиков, и для девочек. Но одно, простите, только для девочек. И естественен вопрос к маме. А как насчет девочки-то? Мы специально маме говорим, правильно? Маме говорим, правильно, да? Что мы хотим? Девочку, да? Угу. Сильно хотим. Угу. Мама, дайте нам девочку. Дайте нам девочку. Абсолютно точно. Потому что мы вам будем это место показывать. Потому что вот здесь это, конечно, для девочек. Правильно? Угу. Вот так, мама. Бросай все это дело и вперед за девочкой. Угу. К слову о том, что может малец 4 года и 9 месяцев. Так вот, он готовит пельмени, фарш. Принимает участие в шашлычном деле. Крутой пацан, да и только. Нету кухни, печки. Печку хочешь? Да, помню. Смирь фрукты приготовишь. Угу. О, о, уже сел, уже сел. Вот нормально, нормально. О, о, о. Так потому что это для двух, дорогой мой, а не для тебя. Да, было бы клево, да, еще у ребенок там маленький был бы. Вот. К слову о детях. К слову о детях, как раз у нас зима, естественно. Вот замечательные салазочки. К слову о наших замечательных девочках и дочках. Конечно, моему сыну тоже хочется и приготовить в том числе. Потому что он прекрасно понимает, что папа замечательно готовит. Мама готовит и еще вкуснее. И для него он хотел бы, конечно, вот эту штуку купить. Оба-на. Настоящая кухня. Цена вопроса 1300 рублей всего-то. О, как оно получается. Думаю, и у вас тоже. Я понимаю, для тех, кто живет с ребенком одной душой. Кто понимает его суть. К сожалению, не каждый может, но каждый должен понять, что не играя рядом с ним, качественного обучения у него не будет. Каждый раз мы приходим покупать новые игрушки. Это очень круто. Вот насчет новых игрушек он правильно сказал. Потому что три с половиной года и постоянно новые игрушки. Заходите, заходите. Ничего сложного нет, по сути. Новые игрушки. Вот, за моей спиной как раз. На радиоуправлении, естественно. Почему бы и нет. Замечательный джип. Так что, господа, подумайте, почти три месяца и каждый раз новинки. Ну, гляньте у других. В этот раз еще и круче. И для снега-то место есть. Место, по сути, где хотя бы раз нужно быть либо с ребенком, либо одному. И делать это каждый месяц. К слову о цене вопроса. Это в три раза дешевле, чем где-либо. Обсуждать-то нужно, думаю, нет. Ну, что, сын, как тебе, нравится все это было? Да. А что сильно нравится? Вот такой снегоход, да, нравится? Ну, оно у тебя есть, да? Каталки, в принципе, тоже есть. Ну, вот. Я вам сейчас ничего не объясню. Но я вам объясню следующее. Потому что, если вы сильно хотите покататься, если ваш ребенок, естественно, хочет покататься, то вот это для него. Процедура получилась сложной. Вообще, понять-то надо. Иногда надо делать правильные вещи. Потому что ваше удовольствие рождается мною. Собственно говоря, и все. То есть мне сейчас сын, точнее, когда мы выйдем, он скажет, я куплю ему то, что он хочет посмотреть. Потому что для меня визит сюда – это постоянное общение. Я постоянно понимаю, что здесь... Здесь очень клево. Потому что, если бы я этим делом занимался, то, простите, я бы не смог так работать. Потому что, ну, какой-то результат был бы, но не был бы таким. Теперь, что сказать? Во-первых, где? По советской до вокзальной. И далее поворот в сторону Соленого. И единственный правый поворот перед хладокомбинатом. Сюда, поверьте, едут все. И в выходные тоже. А во-вторых, спасибо сыну за то, что он поработал. На славу. Я сегодня хорошо заработал и выбрал такое ЕГО. Спасибо. Спасибо.